Продолжение следует... Радист и супруг Примадонны Максим Галкин оказался в списке персон якобы угрожающих нацбезопасности Украины, информирует Минкульт. 45-летний артист оказался в черном списке для Украины на этой неделе. Отныне в данном запрещенном перечне зафиксировано 259 лиц. Надо сказать, что как раз накануне Минкульт информполитики обновил список российских актеров, угрожающих нацбезопасности Украины. До этого там числилось 258 фамилий артистов из России. Позже украинский актер и звезда сериала «Крепостная» Валентин Томусяк заверил, что его случайно внесли в черный список Минкульта. Напомним, Максим Галкин дебютировал на большой сцене в качестве юмориста еще в середине 90-х. Он стал узнаваем по пародиям на политиков и других известных личностей. С 2001 года выступает с сольными концертами. Востребованный телеведущий на Рост ТВ проживает в Подмосковье с 2011 года, состоит в браке с легендарной эстрадной певицей Элой Пугачевой. Они воспитывают детей-двойняшек Лизу и Гарри, рожденных с фуррогатной матерью. Шоумен Максим Галкин в новом выпуске шоу «Музыкалити» рассказал Никите Джигурде, за что ему предлагают миллионы долларов. Джигурда заявил, что не будет за деньги делать все, что угодно. Недостаток сегодняшней культуры в том, что вы за бабки можете делать все, что угодно. «А у меня есть грань, которую я не переступлю», — сказал он, добавив, что «отказывается от участия в странных мероприятиях». «Если мне миллионы предлагают, я грани не вижу», — цитирует ответившего ему Галкина одно известное издание. Деньги Галкин тратит не только на содержание большого дома и воспитание детей, рожденных в браке с певицей Элой Пугачевой, но и на благотворительность. Ранее Максим Галкин рассказал об устроенной пьяным Басковом выходке, а он вспомнил, что Басков появился на вечеринке в честь жены Александра Буйнова поздно и в состоянии алкогольного опьянения.